Народным избранникам представили два варианта сценария стратегии социально-экономического развития. Консервативное предполагает сохранение тенденции развития города последних пяти лет. Это умеренные и долгосрочные темпы роста экономики на основе активного развития РФИАС-СНИЕФ. Приоритетный план предполагает создание условий для увеличения темпов социально-экономического развития. В качестве предпосылок этого развития предполагается именно статус геостратегической территории. Создание и функционирование на территории города научно-учебного центра развития института ТАСЭР. Представленный проект затронул все направления развития на ближайшие 17 лет. Инвестиционная деятельность, демографическая ситуация, малое и среднее предпринимательство, рынок труда и занятости. В связи с этим у депутатов возник вопрос об открытии ЗАТОМ. Предлагается вариант снижения градуса закрытости. То есть категория безопасного функционирования категории Б – это как раз и снижение сложности оформления допуска в город, скажем так. Вариант открытия территории не рассматривался. Депутаты хотели увидеть больше конкретики в представленном проекте. Но, как пояснила Анна Сысоева, стратегия – это долгосрочное планирование развития, видение будущего города. И основные положения документа будут детально проработаны в других документах. Поэтому все мероприятия для реализации конкретных проектов будут отражены уже в программах муниципальных и отраслевых стратегиях. Равно как и не только этих приоритетных проектов, но и других проектов, которые будут направлены на достижение все тех же стратегических целей, определенных этим документом. Депутаты рекомендовали доработать документы на согласование в Госкорпорацию Росатом и правительство Нижегородской области представить стратегию развития города с конкретными сроками исполнения и суммой реализации проектов. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.